СОРОКА ПИРАТКА «Хто гэта можа быць?» – здзивілася яна. «Трэба глянуць. Можа нехта тут? А можа там? Альбо там? О! Гэта ж коралева ма шоу!» «Ой-ой-ой! Яна ж зараз пато не ў слязах. Что здарылася?» «О-о-о! Здарылася нечто жахливое. Сё дня ранком я вышла з мурашника, каб поглядеться у водная люстерка, б хотела побачить, як я выглядаю у своёй блескучей корони с золотым жазлом. А тут раптом мне што закурчала, зашапотела, и раптом вырвала у мене корону и жазло. Я упала с травинки, а потом я ше... меня не привалила неким великим пёрком. «Я думаю, што я здагаруюся, хто гэта можа быць!» «Сказала вавёрка. Вось обвестка об вышуку. Вышукувается погрозливая сорока-пиратка, якая краде ўсё, што глищчыть. Трэба я ёя посадить ў клэтку. Патрабуецца ўся агуйная да помога ўся влагороду. Памятай про узнагороду таго, хто ёе зловить, подшастуюч тортам і на баль запросять». «Торт, як я люблю! Пачакай!» – сказала вавёрка. «Уш подарагномика ёсть чародейный калейдоскоп. Можа ўим мы пабачим, дзе сорока хаваецца. Рушым!» «Ой, спадар гномик так сама плача, мне падаецца, што гэта ня добра. Ай-яй-яй, сдаецца ў ёго саправды проблема. Тость ёкра ў мене калейдоскоп, будзе катастрофа. «Так, той, кто поглядеть, мой чародейный калейдоскоп правым боком пиротворецца ў паззл!» «Пиротворецца ў паззл?» «Так, катастрофа!» «Так я, ну так, але я прудумала. Побегли до старого лася, ён мусич нежто параець». «Мам, а гэта вы, чым могу помахчы?» «Запытаўся лось, які толькі абудзіўся со спяшкі». «Мы шукаем саруку-пиратку». «Так? Не, я ёй не бачу. Але чакайте. Я чуў, сёння рамка мне, што закрычала мне раптом над головой, а потым мнозство каляровых паззлов посыпалося мне на роги. Але я не мог их разглядеть, бо некуды падеўся, мой золотый манокль». «Но бачите, так и отбылосе. Сарока была зачарованная ў паззл». «Ой, бяда, мы ўсе повинны ёй да помахчи». «Я так само так меркую. Але у таким выпадку мы мусим собрать ўсе кавалки паззлов да працы». «Только глядите уважливо, Что это? Это ж сорока-пиратка. Мой чародейный калейдоскоп. Мой золотый моноколь. Ой, что со мной сдарилось? Вы меня уротовали, хоть и была я для вас такой дрянной. Але я бы это могло сдариться. Тогда я распорядовался с початку, все было так, как, как обычно, на самом золку я выбрался на поливание, поблескучая речи. И тогда я узгадала про калейдоскоп с подарогномика, и он так прыгожай взял, и я не вытрывала, и скрала его. Потом полетела до старого лося. Давно у меня была хвота для его золотого моноколя. И, ох, отрымалась, я так тешилась, с моей сдобычей. Ах, как чешилась, с моей сдобычей была миша. Я поглядела у чародейный калейдоскоп аккурат правым боком. Какие фантастичные, блескучие фарбы. Фантастичные, блескучие фарбы. Али раптом здарвился, нечто жудостное, ай-ой. Я была зачарованная калейдоскопом, во узор, який так проспался, как пазл. Ведайте, какая в это страшная речь. А пынуться жилцом запозлованным, обещаю, что больше уже николе не зараблю вам прикрости. Моя блескучая корона, моя узгаука для орехов, тешилась и воверка, а я ее так шукала. Но-но, али як сором настала сороцы. Дороженьки, а зараз буде великий баль, великий торт. Ну и что, что скажете? Еще у той самый вечер в життаре саду наладили пышное святкование. Ага, я забылся. Сорока-пиратка спакавала в Алиске и покинула сад. Але у чаровным окне было бы разно бачно, что я ее тягне до себе блескучая поўня. Конец. И гэта ўжо конец. Чэээс! Бывайте!